здравствуйте уважаемые коллеги сегодня мы поговорим с вами о мониторинге и диагностики образовательных результатов обучающихся в основной школе этот вопрос является актуальным ведь на протяжении всего периода обучения мы сталкиваемся с этими терминами и поэтому я хочу остановиться немножко на терминологии и так мониторинг мониторинг это постоянное наблюдение за образовательным процессом с целью достижения планируемых результатов то есть по сути это то что мы делаем с вами из урока в урок мы наблюдаем за тем как идет прогресс у обучающихся что у них получается что не получается и у нас есть возможность повлиять на это вовремя увидеть заметить и скорректировать на программу или разработать индивидуальную траекторию обучающихся диагностика это точное определение результатов образовательного процесса то есть это тот момент когда мы проверяем насколько за определенный период обучения у детей возникли были развиты навыки и умения которые необходимо было сформировать актуальность вопроса же заключается еще в том что на протяжении всего периода обучение иностранному языку начиная со второго класса мы сталкиваемся как с диагностикой так и с мониторингом причем диагностика может быть внутренней это наши с вами контрольные работы которые мы проводим на уроках оценивания на уроках контроля или внешне внешне может быть из государственных образовательных организаций при министерствах при департаментах образования или такие внешние диагностики как ВПР с российская проверочная работа седьмых и одиннадцатых классов по иностранному языку и основной государственный экзамен в девятом классе ЕГЭ в одиннадцатом это тоже типы государственных диагностик любая диагностическая работа мы должны с вами помнить должна быть направлена на объективную оценку знаний на выявление пробелов в знаниях обучающихся и на помощь нам учителям корректировки образовательного процесса тем самым они помогут нам результаты разработать индивидуальную образовательную траекторию детей чтобы результаты были лучше очень важно любая диагностическая работа должна быть универсальной например с использованием кодификатора фипи это тот самый документ в котором прописано какие контролируемые элементы содержания мы должны включить можем включить диагностическую работу в том или ином классе кроме того необходимо помнить что нам важно не натаскать детей на формат заданий а научить детей выполнять задания то есть необходимо объяснять алгоритм алгоритм шаги как сделать то или иное упражнение или задание с успехом кроме того мы должны с вами учитывать и дифференцированный подход к обучающимся от простого к сложному не усложнять задачу обучающимся во избежание стресса любая диагностическая работа которую вы разрабатываете она не должна быть направлена на то чтобы ребенка заболеть нам нужно объективно оценить их знания в первую очередь и так совсем недавно рособорнадзор высказал рекомендации по проведению оценочных процедур то есть диагностических и контрольных работ и так их проводить рекомендуется не чаще одного раза две с половиной недели то есть не на каждом уроке а именно так объем учебного времени на проведение оценочных процедур не должен превышать десяти процентов от всего объема учебного времени который выделяется на изучение нашего предмета то есть если у нас в основной школе выделяется 105 уроков в год на иностранный язык в одном классе то тогда 10 процентов это времени этого этого времени более может быть потрачено на все оценочные процедуры в течение года рекомендуется не проводить контрольные работы на первом и последнем уроках и не проводить для обучающихся одного класса более одной контрольной в день кроме того очень важно всем школам рекомендовано исключить ситуации многократного выполнения однотипных заданий для подготовки к проверочным работам или другим оценочным процедурам то есть что это значит не натаскиваем на формат это делать нельзя поэтому здесь очень важно чтобы мы с вами понимали подсказывали как выполнять задания но ни в коем случае не натаскивали на формат очень вкратце благодарю вас за внимание надеюсь что тема была актуальной для вас интересной и более подробно вы можете узнать по этой теме пройдя по qr-коду или написав мне вы по электронной почте или зайдя на мой сайт адрес которого вы видите на экране успехов желаю вам хорошего настроения и всего самого доброго благодарю за внимание до свидания